Привет всем мастерам, а также любителям посмотреть, как кто-то работает. Долгожданная третья часть, в которой делюсь своим опытом в работе с эпоксидной смолой. Сегодня раскроем тему матовой эпоксидки. В первую очередь сделаем деревянные заготовки. Апорт? Апорт. После того, как ассистент помог мне наделать деревянных заготовок, нам предстоит сделать форму. Делаю я ее из МДФ, который обклеиваю скотчем, для того, чтобы потом без труда извлечь из нее застывшую смолу. А затем тщательно проклеиваю все стыки. Это очень важно, если пропустить хоть малейший участок, смола вытечет быстрее, чем успеет застыть. А когда форма тщательно проклеена, укладываем в нее дерево, прихватив капелькой клея, для того, чтобы заготовка не всплыла. В данном случае я использую мореный дуб. В паре с голубой смолой должно смотреться круто. Лично я знаю три способа, как можно сделать эпоксидную смолу матовой. Про них я вам и расскажу. Первый и самый правильный вариант – это добавить в смолу матирующий состав от слова мат. С его помощью можно контролировать степень матовости, добавляя больше или меньше такого состава. Остальные способы, к сожалению, не дают такой возможности. Приобрести такой состав можно в местах, где подбирают и колорируют краски для автомобилей. Они используют эту добавку для того, чтобы делать лак матовым и без проблем продадут вам 100 грамм на разлив. А проверенную временем эпоксидку вы сможете найти по ссылкам в описании. Как вы видите, я добавляю совсем немного матирующего состава этого вполне достаточно. После того, как смола высохла, разбираем опалубку и придаем форму будущим изделиям. Я не буду углубляться в процесс, так как подробно рассказывал об этом в двух предыдущих частях. Ссылки есть в описании. После того, как я придал общую форму для будущих сережек, а именно их мы сегодня делаем для того, чтобы продемонстрировать все три метода, приступаем ко второму и самому простому способу. Мы берем заготовку, залитую глянцевой смолой, и начинаем методично обрабатывать ее наждачной бумагой, начиная с номера 150 и в итоге заканчивая 3000. Тут очень важно тщательно перетирать предыдущий слой, так как если останутся следы от 150 наждачки, их будет практически нереально убрать 3000. А вот 400 легко, а 400 в свою очередь легко перебить 800. Также не забывайте, что наждачка после 400 номера используется при помощи воды, иначе она теряет свою функцию моментально. А перед тем, как работать с мокрой наждачкой, я пропитываю деревянную часть маслом, для того, чтобы защитить дерево от воды. Третий способ – это покрыть изделие матовым лаком. Но для того, чтобы сделать это качественно, нужен опыт и оборудование. Так что этот способ подойдет немногим. Любой мастер, который занимается изготовлением бижутерии, браслетов, для чего угодно, рано или поздно сталкивается с выбором фурнитуры для своих изделий. И для меня это также была проблема, пока я не нашел магазин нестандарт. Это действительно тот магазин, услугами которого я пользуюсь уже не один год. Поэтому честно и смело рекомендую его вам. И у меня для вас хорошие новости. Для наших подписчиков я выбил скидку в размере 10%. Ссылка есть в описании, так что пользуйтесь на здоровье. Фурнитура – это действительно очень важная часть. Дешевая и некачественная фурнитура легко и быстро обесценивает даже хорошо выполненное качественное изделие. Поэтому я давно отказался от нее. И теперь заказываю только гипоаллергенную, в данном случае серебряную фурнитуру. Но в случае с серебром советую изучать законодательство вашей страны, если вы планируете продавать свои изделия в дальнейшем. Так как это драгметалл и тут с государством лучше не шутить. Иначе есть вероятность вместо эпоксидки осваивать изделия из хлеба. Так что изучайте закон и действуйте в его рамках. Ну и наконец можно подвести итоги. Под первым номером вы видите серьги, которые делались с добавлением матирующего состава. Под вторым номером – серьги, которые обработаны трехтысячной наждачной бумагой. И под третьим номером – сережки, покрытые матовым лаком. Какой можно сделать вывод? Все три способа работают. Так что выбирайте, исходя из возможностей. Успехов вам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok